Немецкие мистики это одна из самых чарующих страниц в истории философии, на мой взгляд, потому что они создали какую-то совершенно особую атмосферу своими текстами и какую-то особую поэтику, что ли даже. И это, конечно, связано, на мой взгляд, еще и с необыкновенной музыкальностью немецкой нации, которая может найти свое подтверждение, как вы понимаете, во многочисленных опусах, созданных великими немецкими композиторами, начиная от эпохи барокко ранней и заканчиваемой. Ну, впрочем, да, эпохой романтизма. Тем не менее, возвращаясь именно к немецким мистикам, конечно, они способствовали, на мой взгляд, развитию дальнейшей немецкой философии, и, в частности, вот сегодня майстер Экхарт, о котором я вкратце хотела бы сказать, о некоторых тезисах его философствования и богословия, которые могут быть даже актуальны и в современном дискурсе, тем более, в такое время неустойчивое, когда опираться на рацию, конечно, можно, но достаточно сложно. И в этом смысле майстер Экхарт со своей концепцией отрешенности, со своей концепцией молчания разума и так называемого обожения, обожения, то есть не обожествления человека, а именно обожения, он может служить некоторым, даже, может быть, метафизическим утешением. Я попробую как-то подтвердить это все сказанное, опять же, вкратце, не знаю, сколько этих тезисов получится. Вообще-то, что касается его исторического значения, то он, конечно, очень много сделал для развития немецкого языка, потому что, как известно, именно майстер Экхарт довольно много практиковал хождение в народ, что называется, и исповедей перед общинами религиозными, в частности, перед бегингами, перед бегардами, перед какими-то монашескими орденами. То есть, рейнская мистика во многом была еще и связана с хождением и чтением на родном немецком языке, священных текстов и проповедей, проповедей доступных людям для, так сказать, поддержания их религиозного пыла и нравственного, нравственной крепости. И это была вот такая вот практика, выступление перед простецами, что называется. И для этого, конечно, немецкий язык был очень в части, и, собственно, потому что не ученые люди, латынь, как вы, знаете, не понимали. И поэтому, конечно, майстер Экхарт сделал много для именно развития немецкого языка, и я сейчас не буду в эти филологические тонкости вникать, но это, в общем, заслуживает даже отдельного рассмотрения, честно говоря. Годы его жизни 1260-1328, и надо сказать, что он в течение своей жизни не избежал гонений и не избежал обвинений в ереси. Вот, спасибо вы мне, это такой, в общем, как бы сказать, толчок к размышлению. Очень часто ваши комментарии мне дают, в частности, вот, спасибо за замечание по поводу того, что Кант своими доказательствами, да, опровержением доказательства доказывает небытие Бога. Вот, с точки зрения майстера Экхарта, как ни странно, Бог это есть, вот, некоторое в определенном смысле небытие, потому что это восхождение во тьму и к ничто. Почему это так? Это связано, конечно, с апофатическим богословием, то есть через отрицание, потому что не можем мы ничего об этом самом Боге знать, и не можем мы ничего о нем сказать, никак его описать, потому что в данном случае все слова лживы, и все это лишь подобие, а как он сам замечает, наша душа не терпит никакого подобия. И еще надо заметить, что возрождение интереса к майстеру Экхарту случилось как раз-таки в 19 веке, по большей части, то есть к нему очень уважительно относился Артур Шопенгауэр, и Фридрих Ницше, кстати, тоже можно отследить даже некоторое влияние, которое мы попробуем тоже сегодня, я попробую сегодня сделать и осуществить. Отпираться я буду на его духовные проповеди, которые как раз-таки были вот написаны на немецком языке, и надо заметить, что сам майстер Экхард чаще всего не слишком методичен. В этом смысле он, конечно, не похож на традиционных схоластиков, несмотря на то, что он вышел из школы Альберта Великого, а тут же откуда и Фома Аквинский, но тем не менее его духовные проповеди, конечно, не слишком напоминают строгие схоластические рассуждения, совсем даже не напоминают, там очень много метафор, очень много лирики, он позволяет себе такие вольности, как там, например, один мудрец сказал, прочитал я тут одну книжечку, или там вот, ну, то есть без точных ссылок, без каких-то научных сносок, хотя он очень обильно цитирует, конечно, обращается и к Аристотелю, к Платону он в основном знал по латинским переводам, ну, то есть он был, конечно, очень глубоко образованный человек, поскольку был представителем Доминиканского ордена, но тем не менее выходил вот за рамки, так сказать, университетской среды, и за счет этого очень много сделал именно на поприще какой-то такой народной, что ли, духовной, может быть, даже общности, не побоюсь этого слова. Во всяком случае, вот нечто сущностно важное, на мой взгляд, я попробую тезисно перечислить и сказать о том, что, на мой взгляд, соотносится даже, может быть, и с современностью, хотя, конечно, это может быть дискуссионным вопросом, и видео мое, вот это, как вы понимаете, не носит какого-то научного, научного характера, но мне кажется, что и сам Майстер Эхарт был бы не против такого подхода, потому что он сам, ну, достаточно вольно может философствовать в своих текстах и рассуждать. В частности, вот о времени. Время – это вообще моя любимая тема, и вот в главе, которая называется «О свершении времен», он постулирует совершенно изумительные по своей глубине тезисы и воззрения, он говорит о том, что нет сомнения, что время по существу своему не касается Бога и нашей души, то есть наша душа сопричастна вечности, и поэтому чаще всего времени она не ощущает. Это очень напоминает концепт сингулярности. Я не буду сейчас сыпать какими-то научными терминами, может быть, даже имеет в большей степени смысл обратиться именно к музыкальному опыту, потому что для меня все-таки Майстер Эхарт очень поэтичен и музыкален, то есть вот он говорит «Если бы кто-нибудь обладал таким искусством и властью, что собрал бы в мгновение и настоящее, и все, что произошло за 6 тысяч лет или еще имеет произойти до скончания времен, то это было бы свершением времен, то есть вечностью». И это не то, чтобы какая-то разрозненная такая вот атомарность мгновений, которые все собраны сейчас, но это именно ощущение единства некоторой длительности времени, как единства вот в общем и целом. И это удивительное ощущение, которое, кстати, иногда можно встретить как ни странно в воспоминаниях великих музыкантов. Вот в частности Вольфганка Маде и Моцарт сохранилось письмо, которое во всяком случае приписывается Моцарту. И вот он там говорит о том, что он может слышать свое сочинение одновременно от начала до конца, воспринимая его именно как целое. И вот в этот момент он называет себя самым счастливым человеком на свете. Не есть ли это все-таки свидетельство какого-то приближения к вечности в процессе музыкального восприятия или музыкального создания какого-то действительно значительного произведения, которое бы пережило века? Может быть. Но во всяком случае, вот возвращаясь к Майстеру Экхарту, дальше он говорит о том, что вечность, когда душа познает все вещи в Боге такими новыми и свежими в той же радости, какими я их ощущаю сейчас перед собой. То есть, ну, по сути дела, получается, что все наше стремление к познанию, все эти гуманитарные радости и чтение каких-то великих текстов или попытки, интерес к прошедшим временам, это как раз попытка ощутить вот это самое единство времен, которое изначально присуще нашей душе, и это значит, что... это значит, что... что душа наша действительно сопричастна вечности и божественному. Во всяком случае, в современной модели, в современной парадигме сознания очень часто можно встретить такое слово, как осознанность и пребывание в моменте. Бог его знает, что подразумевают под этим, ну, разные люди, что такое эта самая осознанность. Но во всяком случае, то, что человек не рассеян и ощущает то, что он действительно есть здесь и сейчас, и только так он может действительно познавать что-либо, наверное, это соотносимо с тезисом Экхарта. Во всяком случае, здесь есть над чем подумать, потому что если ты не ощущаешь нынешнего момента, то спрашивается, как же ты можешь вообще почувствовать время и ощутить вот эту вот самую цепь времен, которая, по идее, не должна оборваться, потому что это есть единая длительность. Еще один очень важный, на мой взгляд, тезис Экхарта, который связан, в том числе и может быть актуален, да, для современного человека, он говорит о том, что, ну, вольно цитирую, не столь важно место, сколь важно ваше состояние. Он это называет истинной праведностью, в данном случае вот для праведного получается всюду Бог. То есть мы имеем Бога не как нечто в нашей мысли, потому что по представлению Экхарта это все ложно. Мы имеем это самое божественное, божественную сущность в нас самих. Это именно сущность, которая с нами едина. И в этом смысле блаженное неведение, оно как раз связано с тем, что мы, может быть, даже и не осознаем это, это самое благое состояние. Вот я процитирую, такой человек носит Бога во всех своих деяниях, и, в общем, это не зависит от места, не зависит от времени. И здесь речь идет именно о сущностном единении с этим самым божественным началом. И часто можно в литературе, в частности, вот у Лосского, например, это есть, или есть еще замечательный такой исследователь Реутин, который посвятил очень много своих творческих и исследовательских поисков именно фигуре мастера Экхарта и сравнивал его, кстати, с эсихазмом и Григорией Паламой. Так вот, получается, что у эсихастов Бог был явлен как некоторый потоке энергии, ну, это я сейчас очень просто и грубо говорю, но у Экхарта в каком-то смысле это даже пантеизм может быть, потому что для него все сущее полно этого самого Бога и божественного начала. Другое дело, почему же тогда мы пытаемся отыскать это божественное начало, и в том числе и ведь и в современном контексте тоже люди очень часто, можно вот встретить сколько угодно вот этого рассуждения про поиск себя, но на самом деле это может быть не поиск себя, а именно поиск какого-то такого внутреннего спокойствия. И спрашивается, почему же мы ищем, если действительно все это, все и так полно этой божественной сущности. Вот он говорит, истинно верующий носит Бога в себе и поступает из божественной сути, то есть, ну, это вольная цитата, не точная, ну, то есть все наши поступки, если мы истинно веруем и действительно не теряем вот этой связи, то они носят характер уже обоженнее. Это немного может даже напоминать о сверхчеловеческом концепте Ницше. И этот сверхчеловек, на мой взгляд, немного даже трансформировался в вот этот концепт саморазвития в современной парадигме, в современном мировоззрении, потому что человек вот предпринимает изо всех сил, изо всех своих, немногих сил, честно говоря, попытки стать как там лучшей версией себя, то есть постоянно вот это вот желание самосовершенствования, да, работы над собой, но это саморазвитие, это немножко так, знаете, мне напоминает скорлупу без ядра. То есть вот ради чего это? Это получается, вот это вот саморазвитие, фактически оно становится религией без Бога. То есть нечто сущностное, очень важное, потеряно, ну, вот Ницше об этом как раз-таки и говорил, а до этого еще сказал Гегель, между прочим. и человек вот пытается вот постоянно искать и все время проваливается в какую-то, ну, в общем-то, в небытие и в тщету, потому что нечто сущностно важное, видимо, все-таки потеряно, или во всяком случае о нем умалчивается и непонятно ради чего же все это развитие, вот ради чего оно? Этот самый творческий акт, который воспевался, в том числе, кстати, и Бердяевым, который говорил о том, что Бог ждет от человека этого свободного творческого акта, и он, конечно, был в этом смысле отчасти, может быть, ницшианцем, хотя у него снизше были, ну, такие довольно сложные отношения, получается, что человек саморазвивается ради чего-то внешнего, и вот это как раз является довольно порочным кругом, потому что один из самых главных концептов того же Экхарта это как раз-таки отрешенность. Отрешенность здесь имеется в виду не безразличие, как, ну, какое-то такое, знаете, сонно-вялое состояние, как можно подумать, нет. Он сам говорит о том, что человек может быть внешний человек, то есть Экхард разделяет внутреннего человека и внешнего, и вот внешний человек может быть погружен в дела, быть очень деятельным, и он, в принципе, считает, что это правильно, то есть это хорошо, когда мы проводим нашу жизнь в каком-то действии, потому что таким образом мы служим другим людям. Отрешенность это гораздо сложнее. Отрешенность здесь имеется в виду, как непривязывание этого внутреннего человека к вещам, потому что все вещи есть ничто. И наша душа, когда она, например, разочаровывается в чем-то, она как раз-таки чувствует это самое ничто. Ну, по сути дела, не надо очаровываться, и вы не разочаруетесь, наверное, такой можно сделать вывод. О чем конкретно говорит Экхард? Ну, он говорит о некой чистой, свободной от созданного, от решенности, свободной от созданного. А ведь созданное может быть все, что угодно, в том числе и представление. И надо понимать, что все наши представления в этом смысле, с точки зрения Экхарда, они ложны. То есть лучший способ приблизить себя к своему прообразу в Боге, это как раз такая абсолютная пустота и отрешенность, которая, конечно, могла бы очень, и она как раз, я думаю, очень привлекала Артура Шопенгауэра, который так чтил Экхарда, как раз в том числе и за этот концепт отрешенности. Экхард там, вот, в главе, которая посвящена отрешенности, он цитирует, если я не имею любви, я ничто. Соответственно, апостола Павла цитирует. Но при этом отрешенность с его точки зрения даже выше любви, потому что лучше, как он говорит, я приведу к себе Бога, чем приду к Нему. Это немножко напоминает восточную концепцию, даже не деяния. Создав только в себе отрешенность, можно создать эту цельность и чистоту, в которой и появится Бог. И акт рождения Бога в себе, это вообще самое важное, что может быть, что может вообще случиться с человеком, самое важное. И интересно в этом смысле, что он говорит о том, что слух блаженнее, чем зрение, потому что зрение направлено от себя. А слух, и это, опять же, на мой взгляд, вот доказательство моего тезиса о музыкальности немецкой нации. Слух, он всегда, ну, как бы он в нас, он органическая часть нас. Здесь можно вспомнить, кстати, концепцию музицирующей души другого немецкого мистика, вернее, папесы, аббатиссы. Аббатиссы, правильно ли сказать, это Хильдегарда Бенгенская, которая писала, кстати, очень интересную музыку, и у нее даже есть некоторые записи, вот, попытались, потому что не знаю, как они там разбирались с нотацией, с тем, как это было записано, но, тем не менее, это, безусловно, была весьма и весьма одаренная женщина. И вот Экхард говорит о том, что блаженны нищие духом, которые оставили все вещи такими, какими они были, когда нас не было. И еще один очень важный концепт, который может быть полезен, но не то, что полезен, а может быть как-то утешителен в современных реалиях, он говорит о том, что пройденное страдание слаще меда, и именно страдание, есть самый совершенный конь, который может, самый быстрый конь, который может нас вознести к нашему совершенству. Иными словами, если у всех людей могут случаться какие-то вещи, которые, к сожалению, никак нельзя назвать радостными. Никто не исключение, я не исключение, никто. Но в данном случае я предполагаю, что вот можно обратиться именно к словам Экхарта и вспомнить о том, что в этом смысле он, кстати, и предвосхищает тоже Артура Шипенгауэра, он говорит о том, что радость ведет к страданию, потому что мы как бы привязываемся к ней сердцем, и когда источник радости иссякает, мы чувствуем как бы опустошение, что ли, то есть страдание, по сути, более сильное. А вот как раз пройденное страдание, оно ведет к радости, причем какой-то тихой и очень умиротворенной радости. И именно страдание формирует личность человека и позволяет ему действительно возвыситься над собой, над своими какими-то мелкими эгоистичными, может быть, интересами. По сути дела, страдание есть то, что очищает. Но при этом все-таки мастер Экхард конечно был все равно средневековым ученым, и никогда нельзя сказать, что он был каким-то таким мракобесом и просто мистиком в обыденном таком дурном смысле этого слова, потому что, например, когда он говорит о неведении, и это тоже может быть полезно для современных людей, на мой взгляд, он говорит о том, что достижение неведения, того блаженного неведения, возможно только через познание. То есть, когда мы максимально полно познаем все сущее, и испытываем какую-то вот эту чистую радость от, в том числе, интеллектуального познания, и через это мы приходим к собственному неведению, вот это вот неведение есть самое драгоценное, что, чего, как бы, драгоценный плод, что ли, наших усилий, когда мы понимаем, что на самом деле ничего-то мы не ведаем, и Экхард говорит о том, что разум пребывает в молчании, но сущность разума, сущность разума всегда искать, искать эту божественную суть, и Бог поэтому всегда отдаляет эту суть от разума, для того, чтобы разум пытливо стремился, пытливо стремился к этой истине, никогда ее на самом деле не ухватывая, и это наше благо в определенном смысле, потому что разум вечно ищет, и нет ему покоя, и это его природа, и слава Богу, что в общем не можем мы никогда до конца познать все, как все тут устроено, иначе нам и жить-то было бы, наверное, незачем. Бог отдаляет иными словами эту сущность, истину, истинность, именно для того, чтобы разум сохранял свое рвение, а мы сохраняли свою жизненную энергию, по большому счету, я так думаю. вот, кстати, мне тут это напомнило один анекдот, ну, это реальная вроде бы история из жизни как раз Бетховена, когда к нему привели некоего человека, претендующего на лавры пианиста и композитора, и попросили Бетховена прослушать, и сказать свое мнение, Бетховен сказал, что вам предстоит еще очень-очень много учиться и работать, прежде чем вы поймете, что вы ничего не умеете. Вот. Ну, в общем, короче говоря, что бы там ни происходило в жизни и какие бы внешние события не врывались в нашу повседневность, самое главное попытаться сохранить эту самую невозмутимость, отрешенность и какую-то чистоту, которая может действительно спасти и в самых, казалось бы, даже, может быть, трагических обстоятельствах, и это, кстати, имеет место и к, может быть, к современному, тоже такому устойчивому паттерну поведения, как лидерство и ответственность, потому что лидерство и ответственность, ну, какая может быть ответственность, если человек при каждом укусе блохи, что называется, вызывает к Господу Богу, если он постоянно нервничает и переживает, в этом смысле как раз отрешенность это очень полезное дело и вот такое вот умение ничтожить все вещи, это очень полезная практика для сохранения устойчивости в жизни, я так думаю. Спасибо вам большое за внимание, надеюсь, что кому-то это было интересно и полезно, а я с вами прощаюсь и, в общем, ребят, я не знаю, буду ли я успевать делать прям два раза в неделю видео, потому что, ну, когда как, потому что сейчас всякие обучения и учения и работы и концерты и все такое, поэтому я в общем буду стараться, но вы уж меня простите, если я не всегда буду успевать, а вот, так что до новых встреч, до скорого! До новых встреч! Продолжение следует...